Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, гости дорогие! Дорогие, дорогие, дорогие наши дорогие! В единстве наше будущее. 2014 объявлен на Ямале годом гражданского единства. К этой теме приурочен отчетный концерт, который провели воспитанники детской школы искусств номер 2. В единстве культур разных народов, которые проживают в нашей стране, мы видим богатство культуры нашей многонациональной России. Благодаря единству всех народов нашей страны мы победили Великой Отечественной войны. Именно в единстве наше будущее, будущее нашей многонациональной России, будущее наших детей. На сцене школы искусств зрителям представили все многообразие российской культуры с ее национальным колоритом. Один из номеров – «Жизненцев в тундре». «Здравствуй, Вейсы!» «Здравствуйте, соседи! С чем пожаловали?» «Вьюга! Все не утихает!» «Не утихает! Запасы кончаются! Голод начнется!» «Надо идти к Катуре!» «Хозяин и ветров! Проси, чтобы у меня упорку!» «Пусть твоя старшая дочь пойдет! Самая красивая девушка в стойбище!» Актовый зал детской школы искусств с трудом местил всех желающих посмотреть концерт. Елена Ларцева пришла заранее, чтобы занять место в первом ряду. Сегодня выступает ее старшая дочь. «Очень интересно. У них такие красивые костюмы. Вообще очень интересные показы бывают у них. Вот выставки всякие тоже. Вот младшая ходит у меня, рисунки. Очень мы часто ходим, когда есть возможность». У Петра Кочмара в отчетном концерте участвует племянник. Сегодня премьерное выступление. Эту песню не слышали даже близкие родственники. На суд зрителей он представил молдавскую песню. «Он ее учил, но мне ее не показывал. А вот сегодня покажет, ну как, всем уже». «Ой, Василий, у нас ищий, ну кого он укладывает!» В этот день со сцены звучали песни на украинском, татарском и белорусском языках. А русская народная капустка в исполнении ансамбля «Славяночка» просто зажгла зрителей. Нам очень понравилось, интересны предоставлены все культуры. Действительно, наша страна многонациональна. То есть и татары есть, и смешанные браки есть, в том числе и наша семья, она как бы смешанная. Очень довольны, что мы пришли. Подбирались именно, чтобы они были многонациональны, многоциональный репертуар, и чтобы народ увидел, и может быть даже подумал, молдавская песня, а я же молдаванин, а я белорус. А я украинец. И ребенку хорошо, что он не забывает свои корни. И зрителям также, что часть его родины прозвучала на сцене. И такая ностальгия, тепло и радость. Многонациональный репертуар, яркие костюмы, профессиональные голоса воспитанников покоряют не только губкинские зрители, но и жители других городов и даже стран. За год воспитанники детской школы искусств номер 2 приняли участие почти в 40 конкурсах различных уровней, в том числе и международных. Более 100 воспитанников губкинской школы искусств номер 2 уже являются призерами. Учащиеся фольклорного отделения, неоднократные участники многих концертных мероприятий, которые проходят и в КСК «Факел», и в КСК «Олимп», они стали призерами окружного конкурса «Все краски Ямала», «Ямальские таланты», международного конкурса совместно с нашим замечательным театром «Мода очарования» стали призерами международного конкурса «Золотые купола», который проходил в этом году в Тобольске в апреле. Работы отделений художественного и декоративно-прикладного творчества, завоевавшие победы в различных конкурсах, были представлены на выставке в Большом зале школы. Здесь же для гостей 22-го отчетного концерта детской школы искусств номер 2 состоялся показ коллекции театра «Мод очарования». Надежда Кияшко, Альшат Ракаев, Новости Губкинского.